Презентация будет представлена по-английски. В этой презентации я освещу вопросы скрининга в отношении рака предстательной железы, какую модель мы используем и как мы оцениваем долгосрочные результаты и преимущества скрининга. Мы начали эту программу в 1993 году. Это европейское исследование EASPC. В 1993 году 8 центров в Европе начали заниматься этим вопросом. Мы включили мужчин в возрасте от 55 до 69 лет. Скрининг проходил в течение 4 лет во всех центрах. Снижение смертности в результате данного скрининга понизилось в 3 раза в 2014 году. Мы наблюдали пациентов в течение 9-12 лет. Это наиболее важные результаты, которые были получены в 2009-2014 год. В группе скрининга больший процент рака предстательной железы был определен. И среднее снижение смертности приблизительно в рамках 20-21%. И данные тенденции сохраняются достаточно стабильной. Что касается общее снижение смертности на 1000 мужчин, мы видим, что это данные составляют 1,28%. В 2014 году мы также рассчитали то количество, которое необходимо для того, чтобы определить тех мужчин, которые могут умереть от рака предстательной железы, а также ННД. Это количество дополнительных диагнозов, которые были поставлены для того, чтобы предотвратить или снизить смертность среди популяций мужчин, страдающим раком простаты. И мы надеемся, что в долгосрочной перспективе эти два показателя, ННИ и ННД, будут снижаться. Мы используем определенную модель. Мы используем симуляционную модель. И рассматриваем ту модель, которая может использоваться в долгосрочной перспективе. Мы разрабатываем определенный протокол скрининга. Вот как выглядит эта модель. Вот это наша программа МИСКАН. Это демографическая часть, это анамнестическая часть. И что касается демографической части, мы рассматриваем прежде всего, включаем определенную группу популяции. Анамнестический анамнест, как я говорю, нам необходимо прежде всего узнать, какой протокол применять в том или ином случае. Все это включено в программу. И затем мы получаем определенные результаты. И эти результаты оцениваются в отношении смертности от рака предстательной железы и влияния дополнительных сопутствующих заболеваний на данные тенденции. В конце концов, мы оцениваем общий эффект скринирования. Это так называемая макросимуляция. Мы практически разрабатываем индивидуальный план. Прежде всего, это дата рождения. Это начало доклинической стадии заболевания. Это первая стадия рака. Затем это приглашение на скрининг. Затем непосредственно сам скрининг. Диагностика. Зачем лечение. И оценка уровня смертности от рака предстательной железы и от сопутствующих заболеваний. Эта модель начинается, например, человек один. Первый человек – это прежде всего рождение. И затем мы рассматриваем, например, симулируем модель, например, смерть от других причин. Ну, на самом деле, для большинства включенных в исследование, это целая вообще анамнестическая, это анамнез всей жизни. Например, человек или номер два. То есть, опять мы симулируем эту модель. Начало это рождения, начало симптоматики заболевания, постановка диагноза и затем перспектива, например, смерть от рака. Затем для того же человека, человек один, ничего не меняется. Человек приглашается на скрининг, может прийти или не прийти. Ну, что касается пациента номер два, то есть, начало заболевания симптоматики может быть в одно и то же время. Но сейчас мы смотрим на период, когда мы приглашаем этого человека и, опять же, рассматриваем причины смерти или от рака противописательной железы, или от других сопутствующих заболеваний. И мы можем рассчитать непосредственно данный коэффициент. Коэффициент в отношении смертности от непосредственно рака противописательной железы или от других заболеваний. Это вот эта модель, модель анамнеза заболевания, анамнеза вообще естественной причины жизни данного человека. Нам нужно оценивать эти все параметры. Например, это оценка коэффициента до начала заболевания, или, например, Т1, Т1, G7 или больше, чем 7. G7 или больше, чем 7. Затем мы рассчитываем коэффициент вероятности перехода заболевания от одной стадии в другую стадию и рассчитываем временной интервал. Также включаются другие параметры, которые могут оказывать воздействие на данные коэффициента. Все эти стадии, в частности, могут быть оценены во время скрининга, и мы можем оценивать тенденцию самого скрининга, посещения пациента непосредственно данных центров. Следующая – это модель данной и модель упрощенная. Прежде всего, вероятность перехода от одной стадии к другой, длительность той или иной стадии. Затем мы ставим тесты на чувствительность в отношении той или иной стадии в соответствии с возрастом, в отношении посещения доктора. И мы рассчитываем в данной модели коэффициент чувствительности, учитывая эти параметры. Вот вкратце, что мы сделали в рамках модели RSPC. Это детальные данные на основании возраста и центра, популяции, протоколы, посещения, комплиментность биопсии и так далее. Хочется показать вам калибровку треугольники заболеваемости в скрининговой группе и в контрольной группе. Вот эта линия – это оценки на основании модели, это распространенность, а это смертность от рака. Вот эта модель прогнозирует распространенность и смертность очень хорошо. И здесь мы видим дистрибуцию распределения по стадиям. Вот это контрольная, скрининговая группа красным. Группом – это RSPC. А второе – это прогнозирование на основе модели. Мы также смотрим на другие данные, такие как стадия, как возраст. С точки зрения этой модели мы можем делать долгосрочные прогнозы и делаем скрининг раковых заболеваний. Здесь в скрининговой и контрольных группах мы ожидаем определенные тенденции. И, как вы видите, распространенность будет расти, но разница между этими группами будет меньше. 30-летний период контрольного наблюдания будет относительно больше случаев распространенности в контрольной группе. Что касается смертности, то будет увеличение, и разница между группами будет также нарастать по нашим прогнозам. Мы публиковали некие долгосрочные прогнозы в медицинском журнале New England несколько лет назад. Здесь ведется речь о важности качества жизни. Мы симулировали популяцию тысячи человек, которые принадлежат различным возрастным группам в нескрининговых ситуациях в рамках различных протоколов от 55-69 с интервалом в один год и 55-69-4 года. Здесь мы видим, что если на тысячи человек отсутствует скрининг, то в случае обнаружения рака 112, и 31 умрет от рака простаты. А когда мы симулируем ту же самую популяцию в скрининговом ключе, мы видим, что больше случаев рака обнаружено, избыточная диагностика даже, но смерть от рака простаты уже меньше, 22. То есть 9 или 8 мужчин уже больше не будут умирать от рака простаты. С четырехлетним интервалом тут чуть-чуть несколько другие цифры. Что касается качества жизни, сделана оценка для каждой стадии процесса, от скрининга до смерти, от рака простаты, и оценка здоровья и качества жизни. Вот номер один – это идеальное здоровье, а ноль – это отсутствие. И если мы будем рассматривать различные интервалы, например, если вы проходите скрининговый тест, у вас будет чуть меньше здоровья в течение недели. А когда вы умираете от рака простаты, безусловно, цифры будут значительно ниже в отношении здоровья, ну, приблизительно 40% идеального здоровья в течение шести месяцев. Когда мы добавляем эти показатели ко всем стадиям, мы можем сделать калькуляцию для статуса здоровья для мужчин, и можем отрегулировать и приспособить потери. Например, для всех скринингов, взятых в месяце, 1 из 6 идет потери качества жизни в год. Мы можем подсчитать это для всех фаз. Безусловно, меньше людей, конечно, умрут от рака простаты, и качество жизни будет нарастать в конце концов. И цифра вот здесь приобретений лет, лишних лет жизни составляет 72,7. И что касается качества жизни, то здесь приобретение составляет 56 баллов. Когда мы это добавим к нашим прогнозам, мы видим для интервала в один год качество 56, вот, с точки зрения приобретения качества, а в этой колонке 41 с 4-летним интервалом. И, в конце концов, мы также можем делать прогнозы для долгосрочного периода follow-up. Мы можем здесь рассмотреть графу абсолютной смерти, снижение абсолютной смерти на тысячу человек. Видим цифры нарастания в соответствии с клиническим протоколом от 6 до 8 на тысячу человек. Для NNI цифры составят 116-165, гораздо меньше, как было представлено здесь в первой публикации, 1410. А NND в разделе 50 составит всего 5. То есть, это сопоставимо с ситуацией с клинингом молочной железы. Долгосрочные плюсы скрининга ракопростаты значительно более масштабны, чем это видно в исследовании РСПС. Настоящий период скрининга программа может привести к общему улучшению качества жизни и приобретения в этой сфере. Спасибо.